Кого выбрать? Нашего мужчину или иностранца? Но кто тебя заставляет тусоваться с бабниками? Кто тебя заставляет терпеть тирана? Кто тебя заставляет выбирать немца-жлоба? Ты, например, не хочешь наших мужчин, а хочешь иностранца. Тебе нравится твой город маленький или нет? Как ты себя там ощущаешь? Комфортно, некомфортно, счастливо, несчастливо? Как он тебя воодушевляет, заряжает или наоборот, как-то тебя грустит? Привет! Меня зовут Ярослав Самойлов. Я психолог, эксперт в отношениях. Может быть, тема эта не суперпопулярная, но все чаще вы задаете такой вопрос. И очень много мифов на эту тему ложных суждений. Например, кто-то говорит, что немцы-жлобы, итальянцы, они, да, красивые, эмоциональные, но ненадежные. Кто-то говорит, что вот, мне бы наоборот выйти за иностранца, потому что наши мужчины зажрались, наши мужчины разбалованы, слишком много красивых женщин, которые все для них делают, а иностранцы менее разбалованы. Давайте разбираться. И знаете, я когда-то услышал, что почему в Италии много красивых, стильных, ухоженных, таких классных мужчин, а женщины там менее ухоженные. А если сравнивать итальянских женщин с нашими женщинами, то наши женщины гораздо красивее, ухоженнее и так далее. Ответ простой, потому что мужчин больше, ну я такую слышал гипотезу, да, то, что мужчин больше в Италии, чем женщин. И они подсознательно конкурируют. То же самое касается Испании. Если говорить про учениц, я слышал разные истории. Кто-то говорит, что итальянцы это фигня, а кто-то говорит, а я замужем с итальянцами, и это самое лучшее, что было в моей жизни. То же самое, кто-то говорит, немцы-жлобы. А есть же у меня выпускницы, которые говорят, Ярослав, да, немцы в принципе-жлобы, но смотря как ты с ними взаимодействуешь. То же самое я слышал, ну казалось бы, вот американцы. Вот казалось бы, да, что американцы классные же мужчины, вроде бы как. Они такие уверенные, успешные, уровень жизни там классный. Но при этом есть кто пишет на почту, что я замуж вышла, и все было вначале хорошо, а потом стало все плохо. Кто-то говорит про турков, что они несерьезные бабники, что они вообще, ой, турки, ой, нет, только не турок. Я серьезно знаю несколько выпускниц, которые замужем за турками, и они дико счастливы. Понимаете, важно же не место, важно же не страна, да, важно какой ты, какая ты внутри. И что ты транслируешь в этот мир, каких ты мужчин выбираешь. Кстати, как вы думаете, как много девушек за границей, которые думали, что они переедут туда и будет счастливая жизнь, а в итоге приехали, а там точно так же, что было у них там в России или в Украине или в Казахстане. Таких случаев много. Сколько случаев тех наших ребят, мужчин, которые там в России и в Украине, были не особо успешные, преуспевающие, они приехали в Америку, и они так же там живут не особо преуспевающую жизнь. Ну, то же самое, например, касается французов. То же самое, да, говорят, вот они там жадные, какие-то неспецифические, привередливые. И то же самое касается наших мужчин. Россия, Украина. Да, много слабых. Да, много безответственных. Да, много разбалованных. Да, бабники. Но кто тебя заставляет тусоваться с бабниками? Кто тебя заставляет терпеть тирана? Кто тебя заставляет выбирать немца-жлоба? Ведь нас же никто не заставляет, правда? Мы же живем вроде бы в свободном мире, когда мы вправе сами выбирать, чего мы хотим, куда нам двигаться и какую жизнь создавать. Понимаешь? Если вокруг тебя бабники, например, ну не тусуйся с ними, не тусуйся, не общайся с ними. А привет, бабник, все, до свидания. Давай не бабника. Вот то же самое касается иностранцев. Поэтому я считаю, что в любой стране, абсолютно в любой, есть нормальные мужчины и ненормальные. Кстати, если для тебя важно разобраться в теме психологии отношений, если тебе важно разобраться, как привлекать достойных мужчин, иностранцев или наших мужчин, как строить счастливые отношения с нашим мужчиной или с иностранцем, прямо сейчас кликай по ссылке под этим видео и успей записаться на бесплатный онлайн-курс «Мужчина. Честная инструкция». Знаете, мне больше что расстраивает? Это когда девушка, она живет в России, жалуется на российских мужчин, а говорит, что иностранцы классные. В чем проблема? Езжай в Турцию, езжай в Арабские Эмираты, лети в Италию, лети в Германию, лети во Францию и выбирай тех самых достойных мужчин. Ничего зазорного нет в том, что ты, например, не хочешь наших мужчин, а хочешь иностранца. Это абсолютно нормально. И если ты понимаешь, что этого хочешь, пожалуйста, выбирай такого мужчину и будь с ним счастлива. Или наоборот, если ты понимаешь, что ты иностранца не хочешь, ты хочешь только нашего мужчину, окей, выбирай среди наших мужчин. Вот, например, давайте приведем пример мужчин. Если мужчина не может построить карьеру и зарабатывать хорошие деньги здесь, маловероятно, что он где-то сможет зарабатывать хорошие деньги в другой стране или в другом городе, в другой местности. Потому что не город определяет тебя, а твое содержание определяет твои результаты. И страна или другой президент не спасет. Если ты хочешь познакомиться с иностранцем, сейчас это очень просто. Регистрируйся на сайте знакомств. Есть самый популярный сайт знакомств Tinder. Там есть платная функция, недорогая, помеченная, где ты можешь указать любую локацию. И ты можешь знакомиться с мужчинами из любой точки мира. Если ты хочешь иностранца, просто пробуй это делать. Ты ничем не рискуешь, общая и взаимодействие в онлайне. Тебе не нужно куда-то лететь. Тем более, если ты иностранцу кому-то понравишься, это не проблема сделать так, чтобы он прилетел в твой город или в твою страну, чтобы с тобой познакомиться. И те из вас, кто живет в маленьких городах, в провинциях, просто задайте себе вопрос, а тебе нравится твой город маленький или нет? Как ты себя там ощущаешь? Комфортно, некомфортно, счастливо, несчастливо? Как он тебя воодушевляет, заряжает? Или наоборот, как-то тебя грустит? И я считаю, что если ты живешь в маленьком городе, то одной из целей твоих должна быть переехать в более большой город, в какой-то мегаполис. Моё мнение. Это может быть столица твоей страны, или может быть один из крупных городов твоей страны. Или же это может быть крупный город в другой стране, вообще в другой стране. Опять же, если у тебя откликаются сейчас мои слова, я считаю, что это должно быть одной из твоих целей. Потому что у меня та же история. Я школу заканчивал в провинции, потом я переехал в столицу, потом я переехал сейчас в другой стране. Сейчас я в Москве. Потому что меня воодушевляет Москва. Меня она заряжает. Ты можешь сказать, что, ой, блин, сложно, а как же, это что-то нереальное, чтобы ко мне мужчина в мой город приехал или в мою страну, да, или, ой, это же сложно переехать в другую страну. Если тебе кажется, что эта мысль сейчас какой-то нереальной, какой-то сверхсложной, опять же, начни с сайта знакомств. Просто хотя бы начни общаться с мужчинами из других ментальностей, потому что даже другой большой город, это другая ментальность. Пробуй чувствовать этих мужчин, да, и я, честно, считаю, вообще ничего сложного нет в том же делать так, чтобы мужчина приехал, прилетел в твою страну. Или чтобы тебе билеты прислал, да, чтобы ты к нему прилетела, но это чуть-чуть опасное действие, которое я не могу рекомендовать, чтобы все это делали. Хотя это тоже реально, ничего сложного нет. Не зацикливайся. Зачем зацикливаться? Какой мужчина? Вот так я хочу немца, француза. Не зацикливайся. Мир многогранен. Просто если ты хочешь замуж или встретить мужчину, просто поставь себе цель, не фокусируйся на нации, не фокусируйся на чем-то узком, да. Делай более широкие, да, там мужские какие-то качества. И какая разница в какой он стране или с какой он национальности, если ты будешь с ним счастлива, как женщина. И если тебе, опять же, кажется, что это что-то нереальное, я тебе рекомендую прокачаться на бесплатном онлайн-курсе «Мужчина. Честная инструкция», где ты точно поймешь, и где мы сделаем конкретные шаги, как сделать так, чтобы свою мечту, свою цель приблизить, стать к ней ближе на несколько шагов. А если ты уже в отношениях, если ты уже замужем, неважно за иностранцем или за нашим мужчиной, ты поймешь, как сделать твои отношения еще лучше. Прямо сейчас кликай по кнопке, которую ты видишь на экране, и успей записаться на бесплатный онлайн-курс «Мужчина. Честная инструкция». Если это видео было полезно, прямо сейчас ставь лайк, подписывайся на канал, и до встречи в следующих видео. Пока!